Мы уже вышли с рассмотром, что вы начнете сейчас в прошлом году. Заколоть несколькими ударами ножа. На место тут же вызвали медиков, оперативно-следственную группу и экспертов-криминалистов. Тут что-то много было. И милиция, и полиция, и пожарные. Это же на третьем этаже. Два трупа мужских. Ножевые ранения у них. Ну и все. Что-то суббота и на воскресенье вроде случилось. Погибших Юрий хорошо знал лично. С 35-летним Владом ходили в садик, учились в параллельных классах в школе. Говорит, люди вполне положительные и спокойные. Они не убивали, это то, что там придумывают. Нет, это нет. Они не пьющие, они не курящие, они ничего не потребляющие. Абсолютно адекватные, хорошие люди. Спокойные всегда, равновешенные. После смерти супруги и младшего из сыновей отец и старший сын проживали вдвоем, рассказывает Юрий. В том, что убийство произошло в ночь на воскресенье, даже не сомневается. Убили в субботу, получается, вот этих двоих. Ну и все. А почему ты решил, что именно в субботу это произошло? Потому что они перестали выходить на связь с субботы. И вечером, последний раз, слышали шум в квартире. В субботу вечером, что-то, ну, около 11 ночи. И после этого все. Тишина. Поэтому в субботу на воскресенье они умерли. Ну, как умерли, их убили. При этом, говорит мужчина, если входная дверь была закрытой, то окно в комнату и балкон оставались открытыми вплоть до прибытия спасателей. Для большинства знакомых не скрывает Юрий. Намерения убийцы остаются загадкой. Правоохранители же с выводами не торопятся. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Проводится смутное место происшествия. Данные внесены в единый реестр досудовых расследований по статье 115 части 2 Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания по данной статье – пожизненное лишение свободы. Более какие-то подробности в интересах следствия пока рассказать не можем. Пропали ли из квартиры какие-либо вещи, правоохранители не уточняют. Поэтому мотивы двойного убийства пока неизвестны. Впрочем, некоторые из соседей не исключают, что происшедшее может быть связано с профессиональной деятельностью мужчин. Вилен Мода, Владимир Борох, агентство телевидения Новости.